Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейши Ди, и вчера был очень напряженный день. Вчера у нас был самый большой обвал биткоина за более чем 300 дней, и многие люди его очень испугались. Сегодня мне есть о чем тебе рассказать, так что давай начнем сразу же после того, как ты поставишь лайк. Лайки поддерживают курс биткоина, если ты не знал. Ну а кроме этого дают мне мотивацию. Итак, закончился ли этот шторм? Или все станет еще хуже? Достигнем ли мы этой отметки в 50 тысяч долларов? Давай постараемся ответить на все эти вопросы. Итак, у нас была самая большая ликвидация позиций со времен банкротства FTX. Совсем чуть-чуть не дотянули. А банкротство FTX произошло в далеком ноябре 2022. Кроме этого, на этой неделе нас ожидают масштабные разблокировки токенов, что тоже пугает людей. Ведь после разблокировок они ожидают продажи этих освободившихся монет. На этой неделе будут разблокированы токены Ford, HFT, ENA, OneInch, Gmix, XAI. Кстати говоря, насчет этой монеты. Это классический скам, когда кто-то приписывает к своему имени AI. А затем просто разгружает токены в толпу, как мы видим вот здесь. Через два дня будут разгружены токены на 56 миллионов долларов. И так будет продолжаться в течение многих лет. И люди будут покупать эти токены, потому что они думают, что AI это горячо. Это же искусственный интеллект все-таки. Так что с криптовалютами, в чьих названиях есть AI, нужно быть осторожнее. Также разблокировки токенов будут у Dudix, Pendle, GLMR, IO, IMX, Aptos, Optimism, Stark, Cyber, Render, Arbitrum и других. И скорее всего после разблокировок эти токены будут ожидать распродажи. Для кого-то это плохая новость, а для кого-то возможность купить эти альткоины подешевле. В любом случае, Aptos, Optimism, Stark, Cyber и другие, как обычно, продолжают выбрасывать кучу токенов в рынок. Вот почему они так плохо растут. Как только курс начинает расти, они выбрасывают новую порцию токенов, которые затем продают и, соответственно, оказывают давление на цену. Что касается сектора искусственного интеллекта. Одна из ведущих монет в этой сфере, BitTensor, только что пережила масштабный взлом. И приостановила работу своей сети после этого взлома на 8 миллионов долларов. Инцидент вызвал падение стоимости токена на 17%. Так что будь осторожен с инвестициями в ВИИ токены. Диверсифицируй свои риски, не вкладывая все в одну монету. Теперь давай поговорим про макроэкономику. Где звучат тревожные сигналы для экономики? Здесь есть моменты, которые испугали рынок. Например, вот этот момент. Здесь мы видим рабочие места в обрабатывающей промышленности в сравнении с государственными рабочими местами. Большую часть этого года рабочие места в обрабатывающей промышленности не менялись или даже снижались. Однако государственные рабочие места наоборот растут, как ты видишь вот здесь. Иными словами, если ты работаешь на правительство, у тебя все будет хорошо. Если нет, тебе крышка. Но почему рынкам это не понравилось? Потому что им начинает надоедать бесконечная ложь. Каждый месяц Министерство труда пересматривает данные о количестве рабочих мест в сторону их уменьшения. Каждый новый месяц. То есть они публикуют отчеты о рабочих местах и говорят, смотрите, как все хорошо на рынке труда. С экономикой все просто отлично. Но затем, когда уже никто не обращает внимания на эти отчеты, они просто уменьшают цифры в них. Например, было 272 тысячи рабочих мест, после пересмотра осталось 218 тысяч рабочих мест. И так происходит каждый месяц. Иными словами, публично они лгут о состоянии экономики, а затем ждут, когда внимание сойдет на нет и уже пишут более-менее реальные цифры. Но сейчас люди начинают понимать всю эту ложь правительства о состоянии экономики, рынка труда, инфляции и рецессии. Отчет о вакансиях похож на серийную измену супруга. Серьезно, я больше не верю отчетам правительства. Отчеты о занятости за май и апрель были пересмотрены в сторону уменьшения более чем на 120 тысяч рабочих мест. И это означает, что 10 из последних 15 ежемесячных отчетов о занятости тоже были пересмотрены в сторону понижения. В чистом виде технически экономика добавила всего 95 тысяч рабочих мест в этом месяце, что является абсолютным пустяком. Но безработица, наоборот, продолжает очень быстро расти. Соответственно, рынкам это очень не нравится. Зато растет гик-экономика. Так называемые однократные работы или подработки. Собственно, отсюда правительство США и берет цифры для фальсификации отчетов о куче рабочих мест. Посмотри, как растет гик-экономика. На самом деле, они просто-напросто считают гик-работников. Людей, которые водят Uber, людей, которые по 2 часа в день подрабатывают в кофейне или еще где-нибудь и зарабатывают очень мало денег. Это и есть гик-экономика. Число рабочих мест с полной и постоянной занятостью, которая здесь обозначена фиолетовым цветом, на самом деле сокращается. Реальная экономика сокращается, гик-экономика растет. И это реальность. Так что все, что ты читаешь от правительства, состояние экономики, инфляции и так далее, это просто-напросто неправда. Естественно, это напугало рынки, так как рынок теперь предполагает, что реальная ситуация с экономикой намного хуже, чем ее обрисовывает правительство. Далее, месячная доходность биткоина. Июль выдался тяжелым, хоть он еще и не закончился, но падение составило уже 9,6%. Конечно, если сравнивать, например, с апрелем, когда биткоин упал на 14%, это кажется не таким уж и катастрофическим падением. Все выглядит не так уж и плохо. Да, вчерашний день был неприятным. Коллапс цены до 53 тысяч долларов мало кого оставил равнодушным. Но в перспективе, как ты видишь, все не так плохо. Было в этом году и похуже. Однако это похуже не помешало биткоину вырасти практически в 3 раза за все это время. Страх и жадность опустились ниже 30 пунктов. То есть на рынке царит абсолютный страх. Все очень-очень напуганы. Такого страха не было даже в конце 2022 года. И я всегда отмечаю для себя точки экстремального страха. Они происходят тогда, когда этот индикатор падает ниже 20 пунктов. С июля прошлого года было лишь 2 таких момента. Но за последние 2 месяца таких моментов было уже 4 раза. Исторически так складывается, что лучше покупать биткоин тогда, когда этот индикатор находится в этом диапазоне. А продавать тогда, когда мы находимся здесь. Потоки средств, цифровые активы за последнюю неделю были слегка отрицательные, как ты видишь на этой диаграмме. Мы наблюдаем третью неделю подряд оттока средств из цифровых активов. Но последняя неделя отметилась самым низким оттоком. Как ты видишь, мы практически его не видим. Но вот что стало для меня сюрпризом. Эфириум пережил самый большой отток инвестиций за прошлую неделю с августа 2022. Минус 60,7 миллиона долларов за неделю. Но подожди-ка секунду. На следующей неделе, возможно, начнет торговаться спотовый эфириум ETF в Соединенных Штатах Америки. С чего бы этим фондом так сильно продавать эфир? А как же правило покупай на слухах и продавай на новостях? Я пока что вижу только продажу на слухах. И это большой шок для меня. Но еще больше поражает то, что за две недели отток из эфириума составил около 120 миллионов долларов. Что делает этот актив худшим по чистому притоку инвестиций за год. Зато они инвестировали в Solano 1,6 миллиона долларов и в Litecoin 1,4 миллиона долларов за прошедшую неделю. А также поставили 4,2 миллиона долларов на падение биткоина. Давай посмотрим на индикатор биткоин или альткоин сезона. Мы видим, что альткоины падают быстрее биткоина. Большинство из них. Если посмотреть на крипто секторы, то мы видим, что падают абсолютно все из них. Нет ни одного, который бы рос. И даже такие горячие области, как искусственный интеллект и токенизация реальных активов за последние 30 дней показали худшие результаты по сравнению с биткоином. И мы видим лишь несколько альткоинов, которые превзошли биткоин за последние 90 дней. Тонкоин, Онду, Пепе, XMR, как ни странно, Монеро, КАС и Тронтерикс. Еще несколько монет упали меньше, чем биткоин. Ну а все остальные альткоины переживают бурю. Люди просто сходят с ума. Давай посмотрим также и на некоторые показатели ончейн. Проанализируем все эти данные, чтобы выяснить, пойдем ли мы еще ниже, кто продавал и насколько все может ухудшиться. Итак, внебиржевые рынки. Они находятся на двухлетнем максимуме. Посмотри, какой разворот. На балансе внебиржевых площадок сейчас находится более 300 тысяч биткоинов. Скорее всего, большая часть этих биткоинов принадлежат майнерам. Это данные компании CryptoQuant. Несколько месяцев назад было время, помнишь, когда на балансе внебиржевых площадок вообще не было биткоинов. Как мы все тогда радовались. Ура, шок, предложение близится. Теперь это не так. Мы видим 300 тысяч биткоинов на внебиржевых площадках. А это означает, что многим людям, которые хотят купить биткоины, достаточно просто позвонить и сказать, Эй, дайте мне часть из этих 300 тысяч биткоинов. Предложение есть. Ожидаем спрос. Например, Джастин Сан вчера предложил выкупить немецкие биткоины. Вот тебе и спрос, чтобы нивелировать влияние продаж Германии на рынок. Так что рост предложения биткоинов на внебиржевых площадках – это одновременно и хорошо, и плохо. Следующий индикатор, как ни странно, говорит о том, что на рынке все еще не было паники. Действительно, мы все еще не видели настоящей паники на биткоине. Может тебя это и пугает. Если обратиться к истории, то когда появляются оранжевые полосы, это говорит нам о том, что на рынке настоящая паника. Однако у нас пока нет ничего и близкого к этому. Это обычный день в жизни биткоина. И несмотря на это, вчера люди просто сходили с ума. Однако это может означать, что настоящая паника все еще впереди. Биткоин упал с 71 тысячи долларов до 53 тысяч долларов, но паники все еще нет. Но когда начнется настоящая паника? Возможно, она начнется тогда, когда прибыль новичков, которые только пришли на этот рынок, будет равна нулю. То же самое произошло с держателями GPTC, грейскейл биткоин, которые купили на пике в 2021 году, а затем 4 года ждали возможности продать. Держателям ETF повезло больше. Им не придется ждать так долго. Иными словами, когда мы увидим здесь красный разворот, вот тогда и начнется реальная паника. Как ты видишь, этого еще не случилось. Ключевые уровни для биткоина. Мы уже говорили о них в прошлом видео. 200-дневная скользящая, которая находится в районе 58 тысяч 400 долларов. Это самый важный уровень буллрана, который выступает поддержкой на всех бычьих циклах. И мы должны попытаться преодолеть его и закрепиться снова выше него. Это развеет многие опасения на рынке и приведет к взлету цены. Еще один супер уровень это годовая скользящая, чуть ниже. 365-дневная скользящая. Она находится на уровне 46 тысяч 400 долларов. И если мы туда опустимся, это будет просто невероятный момент для покупки. Исторически, я бы сказал. Но я лично не верю, что мы можем опуститься так низко, однако готов покупать, если это случится. Я купил и на этом падении. И докуплю в случае падения до 46 тысяч долларов. И покупаю я не со страхом, а с восторгом, что мне дали такие возможности. Что делают умные деньги? Они видят низкую цену и они покупают. Видят высокую цену и они продают. Мистер 100 пришел сегодня утром и купил 700 биткоинов. Его DCA становится все лучше и лучше с каждой недели. Ты можешь увидеть его масштабные покупки сегодня в районе 55 тысяч долларов. Таким образом, учитывая, что биткоин уже немного отскочил, он даже успел немного заработать. Теперь давай перейдем к самому большому страху на рынке сейчас. Германия продолжает распродавать свои биткоины. США продает биткоины. Биткоин это понцы. Это просто пузырь. Вот что пишут во всех социальных сетях сейчас. Серьезно? После того, как основной кандидат в президенты США сказал, что биткоин может стать резервным активом Соединенных Штатов, вы пишете, что это понцы схема? И, кстати говоря, эту мысль уже начинают поддерживать другие власть имущие в Америке. Это действительно хорошая перспектива сейчас у тебя на экране. Ее почти не видно, поэтому приближаю, чтобы ты увидел это лучше. Вот этот фиолетовый скачок. Страх перед продажами правительствами сильно преувеличен. С Рождества на этот рынок поступило 224 миллиарда долларов. Вклад правительства США Германии в реализованный объем биткоина за это время составил около 9 миллиардов долларов. И это как раз таки вот этот фиолетовый скачок. Вот и все. Это всего лишь 4% от общей совокупной реализованной капитализации с Рождества. Так что не позволяй правительствам, распространяющим панику, испортить твое отношение к биткоину. Ведь они именно этого и добиваются. Но есть кое-что еще. Давай поговорим о Германии. Эта история часто попадает в заголовки газет. Представь, что ты владеешь каким-то активом, а затем специально обваливаешь цену, чтобы что? Чтобы получить меньше денег за свой актив? Серьезно? Какой идиот это делает? Это так глупо, особенно если учесть, что люди выстроились бы в очередь еще 2 месяца назад, чтобы купить этот биткоин по 70 тысяч баксов, по 65 тысяч баксов неделю назад. А они продают его за 55. Вчера вечером на кошельки немецкого правительства поступило еще 2000 биткоинов, которые они отправили на бирже Kraken, Bitstamp и Coinbase. Я думаю, что на данный момент из кошельков было выведено около 1100 биткоинов, и около 550 из них ушло к торговцам напрямую. Но это довольно странно. Это же целая страна, которая может напечатать собственные деньги и купить биткоин как резервный актив, если захочет. Но вместо этого они просто обрушивают цену, чтобы получить за свои биткоины еще меньше денег. Правительство Германии ведет себя как хомяк. Это абсолютно нелогично. Впрочем, в Германии в последние годы принимаются не самые качественные решения, которые и привели к падению экономики и производства. Германия в рецессии. Дешевого топлива для производства больше нет. Германия избавляется от биткоинов на миллиарды долларов, поскольку промышленное производство в стране падает на 6,7% в годовом исчислении. И все атомные электростанции в стране закрыты. Но я рад, что в Германии есть хотя бы один человек, который видит всю эту несусветную чушь. И ее зовут Джоанна Котор. Она осудила действия правительства Германии. И кажется, она министр Саксонии, если я не ошибаюсь. Она сказала, почему Германия делает это? Зачем мы продаем биткоины тогда, когда США уже рассматривают биткоин в качестве стратегического резерва? Какого черта мы продаем этот товар? Который, по ее словам, можно использовать для диверсификации казначейских активов и защиты от девальвации национальной валюты. Она также подчеркнула контрпродуктивность такого подхода и пригласила чиновников посетить предстоящую лекцию под названием «Биткоин-стратегия для национальных государств», которая состоится 17 октября. К тому моменту биткоин-накопления Германии уже давно исчезнут. Так что я думаю, для Германии уже будет поздно, если только они не начнут покупать биткоин дороже, чем продавали сейчас. А пока что вкратце. Правительство не принимает хорошие решения, тем самым стреляя в собственную же ногу. Давай поговорим и про MTGOX, потому что многие люди беспокоились об этом. И я уже делал некоторые расчеты по этому поводу. Сегодня я хочу еще один раз посчитать, насколько сильно повлияют их продажи на рынок. По данным Arkham Intelligence, MTGOX перевела на новый кошелек около 47 тысяч биткоинов на сумму 2,7 миллиарда долларов. Впоследствии эти активы были переведены несколькими транзакциями, в том числе и на некую биржу BitBank. Таким образом, у нас есть несколько бирж, которые уже получают биткоины от MTGOX прямо сейчас. Вопрос в том, что эти биржи собираются с этим делать. Вероятно, они должны разослать их своим клиентам. Но давай разберемся с математикой. Прежде всего, предположим, что будет продана половина их биткоинов. Тогда предположим, что на это уйдет от 3 до 4 лет. Калькулятор говорит, что в таком случае будет продаваться около 7 140 биткоинов в год. Рынок может поглощать от 6 тысяч до 10 тысяч биткоинов в день. Итак, вопрос в том, насколько плохим будет влияние такой продажи от MTGOX на рынок биткоина. Ответ совсем неплохим. Итак, 7 140 биткоинов, которые будут продаваться в год на протяжении 3-4 лет. Сколько покупает спотовые биткоины ETF и Mr. 100 в день с 11 января 2024? И вот ответ в среднем. Fidelity покупает 167 биткоинов в день. BlackRock 314, Bitwise 37, Arkinvest около 43 и Mr. 100 с января покупает в среднем 387 биткоинов в день. Это даже больше, чем у BlackRock. И это без учета покупок тех биткоинов, которые продавал Grayscale. Если сложить все это вместе, мы увидим, что Mr. 100 и спотовые ETF покупают около 978 биткоинов в день. Что на 217,26% больше дневной эмиссии, потому что майнеры добывают только 450 монет в день. Итак, у нас есть MTGOX, который может продавать 7 тысяч биткоинов в год. И есть ETF и Mr. 100, которые покупают 1000 биткоинов в день. Это означает, что то, что MTGOX собирается продать за год, ETF и Mr. 100 выкупят за неделю. Даже если умножить продажи MTX вдвое, мы получим 14 тысяч биткоинов в год, а эту сумму ETF и Mr. 100 выкупят за две недели. О чем мы вообще паникуем, я не понимаю. Германия продает, а эти парни покупают. MTGOX продает, а эти парни покупают. Они сжирают тонны биткоинов, поглощают все предложение. Хотя, возможно, в этом и заключается их план. Ответ прост. Все это падение биткоина вызвано паническими продавцами, которые еще пожалеют об этих днях. 5 июля в течение одного часа совокупный реализованный убыток биткоина взлетел до 814 миллионов долларов. 587 миллионов из них понесли краткосрочные держатели. Те, кто держит биткоин менее 12 недель или от 1 до 3 месяцев. То есть, кто-то купил биткоин, 12 недель поддержал, не сдержался, запаниковал и продал. Паника, фат, убытки. Паническая реакция на турбулентность на рынке была вызвана тем, что краткосрочные держатели просто-напросто испугались и продали свои активы. И это был пятый по величине реализованный убыток со времен краха FTX. И практически весь этот панический драйв был от краткосрочных держателей. Посмотри на тех, кто держит биткоин долго, 2 года, 3 года, 5 лет, да даже 12 месяцев. Они совершенно никак не реагируют, их ничего не пугает. Это как в том забавном меме. Парень на очень страшных американских горках совсем никак не реагирует. А как тебе этот график? Коррекции в разных циклах. Обрати внимание, насколько в этом цикле коррекции меньше, чем в прошлых. Вот эта белая диаграмма – это коррекции в этом цикле. Вот эта зеленая диаграмма – это коррекции в прошлом цикле. Синие коррекции и красные коррекции еще в позапрошлом и позапозапрошлом цикл. И как ты видишь, в этом цикле коррекции совсем не такого же масштаба, как в прошлых. Возможно, мы дотягиваем приблизительно до уровня 2015. Но в 2022 коррекции были намного, намного сильнее, в два раза больше. Так что с исторической точки зрения не происходит ничего сверхординарного, и все не так уж и плохо. Теперь еще одна интересная новость от Caprioli Investments. Очень интересный график. Во-первых, здесь есть три разные цветные линии. Серая – это цена биткоина. Желтая линия показывает соотношение, которое называется Energy Gravity. Оно измеряет стоимость киловатт-часа, необходимого для добычи одного биткоина. И, наконец, у нас есть синяя линия Energy Mass, которая тоже очень-очень важная, сейчас ты поймешь. И, наконец, черный штрих-пунктир – это халвинги биткоина. Посмотри, что происходит. Когда желтый график достигает своего пика, это означает начало капитуляции майнеров. Также важно обратить внимание на то, как пересекаются синяя и серая линии. Это важно, потому что, когда график Energy Mass растет и максимально высокий, это часто указывает на сильный уровень поддержки для цены биткоина на этом ценовом уровне. Это исторические данные. А вот как это выглядит сейчас. У нас был скачок желтого графика. Он здесь обозначен оранжевым, но это тот же график, который здесь обозначен желтым. Но после этого мы сразу же ушли вниз. Затем график Energy Mass, который здесь обозначен зеленым. Это тот же график, который здесь обозначен синим. Посмотри, что с ним произошло на этой коррекции. Он взлетел вверх. И как я уже говорил, чем выше этот график, тем сильнее уровень поддержки. Все это говорит о том, что у нас есть новый сильный уровень поддержки в 55 тысяч долларов. Давай посмотрим и на другие криптовалюты. Потому что некоторые из них держались очень хорошо в течение последних 48 часов, удивив многих. Одна из этих криптовалют это Solana. Да, она упала, но не так сильно, как биткоин. А если посмотреть на ежедневные транзакции, то она снова достигла исторического рекорда. На втором месте ToneCoin. Он показал себя очень крепко, даже по отношению к биткоину. Solana и ToneCoin меня очень сильно впечатлили на этом падении. Кто бы мог подумать, что Solana и, похоже, ToneCoin тоже могут стать тихой гаванью для того, чтобы переждать идеальный биткоин-шторм от Германии, США и MTGOX. Solana и ToneCoin по сравнению с биткоином и другими альткоинами падали не так быстро и сильно, но отскочили быстрее всего. Так что это что тогда значит. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся с тобой в новых видео. Не паникуй, просто жди. До скорого.